Здравствуйте, меня зовут Александр Сергеевич, я собиратель современного фольклора, в том числе студенческого фольклора. И сегодня я хочу рассказать одну из легенд дома аспиранта и стажеров Московского государственного университета им. Ломоносова. Вот позади меня находится ДАС. Многие, наверное, узнали это здание. Два легендарных корпуса. Корпус первый, корпус второй, между которыми перемычка. И когда-то в ДАСе на закате перестройки и, так сказать, в начале 1990-х, жил человек по имени Отец Нектарий. Ну, надо сказать, что жил он не просто, а жил он в очень легендарной комнате, которая называлась Четыре Кала. Вот сейчас вы за моей спиной видите второй корпус ДАСа, и на 11 этаже была комната номер 11. То есть 11-11, называли ее Четыре Кала. Вообще это феноменальное было явление в истории Московского государственного университета. Ну, не побоюсь этого слова. Там выдающиеся жили личности. И вот среди них жил такой студент, биофак МГУ по имени Отец Нектарий. Ну, звали его, конечно, по-другому, но больше он известен под своим псевдонимом Отец Нектарий. Иногда его называют еще Святой Отец, Отец Борис, Святоша. У него много ликов, много имен в фольклоре Московского государственного университета. Ну, назову его для краткости Отец Нектарий. Ну, кстати, его называли часто Отец Борис, но дело в том, что неподалеку, как раз на 10 этаже того же корпуса жил еще один Отец Борис, который действительно стал потом проповедником, священником одной из христианских сект и проповедником, и, в общем, его тоже называют иногда там Святой Отец и Отец Борис. Так что, чтобы не путать нашего Нектария с биофакос под человеческим Борисом, давайте я все-таки буду называть Отца Нектария отцом Нектария. Ну, надо сказать, что Отец Нектарий всегда одевался во все темное, был с длинными волосами, с бороду и действительно напоминал православного священника. Я слышал много историй про то, как люди, просто незнакомые люди, проникали с нему таким доверием, что приходили исповедоваться, ну, так сказать, свою душу ему излагали. В общем, многие на полном серьезе считали, что это священник, что он имеет священный сан, но на самом деле просто вот такой был человек, что все его принимали за священника. Насколько я понимаю, священного сана у него пока нет. И вряд ли будет, потому что все-таки пошел в науку, а не в религию. Так вот, и кроме такой особенности, что вызывал он у людей большое доверие и благовенный ужас, такой священный благоговенный ужас, еще у него было такое свойство, что он, подобно Франциску Ассиску, очень любил животных и, ну, прям буквально с ними разговаривал, общался, то есть был, как замечательный католический святой, можно сказать, относился к животным, как к братьям нашим меньшим, те отвечали ему взаимностью. Кроме того, в комнате 11-11 он держал огромное количество опасных, смертоносных животных, змей, насекомых, скорпионов, тарантулов, и про это тоже много интересных историй, про то, как они у него периодически разбегались там и кого-нибудь пугали. Так вот, и говорят, что однажды дело было осенью, примерно как сейчас вот такая стояла золотая осень, замечательная пора дело, это было в самом начале 90-х, видимо, это был 1992 год, отец Нектарий прогуливался где-то в окрестностях Даса, а, да, надо сказать еще, что отец Нектарий не дурак, немножко выпить, так сказать, ну, любил он это дело в те годы, и особенно любил он портвейн три топора, вот часто в легендах про него фигурирует портвейн, они особенно говорят, что любил он портвейн три топора, ну, или три семерки еще называют, 777, и вот однажды у отца Нектария, хотя это дело, время было очень такое бедное, голодное, откуда-то у него появились деньги, купил он несколько бутылок портвейна три топора и большой батон белого хлеба, сел он на скамейке неподалеку от Даса и начал такой импровизированный банкет, надеждой, что в скорости кто-нибудь подойдет к нему, присоединится к банкету, ну, обычно так оно и получалось, все время студенты люди активные, все время в окрестностях Даса попадался какой-нибудь знакомый собутыльник, начиналась пьянка, потом народ присоединялся, но в этот день почему-то никто к отцу Нектарию не приходил, мобильных телефонов, это, сами понимаете, не было, так что жизнь немножко по-другому была устроена. В основном человек закупался портвейном, сидел на скамейке и ждал, пока компания само собой образуется, не как сейчас, когда люди назначают себе встречу, планируют заранее и так далее, перезваниваются, общаются в режиме, так сказать, прямого эфира, тогда это все было по-другому. И вот сидит отец Нектарий, грустит, как-то в одиночку ему грустно пить, и тут подлетает к нему и подсаживается на скамейку самая обыкновенная ворона, и очевидно, что ворона проявила большой интерес к отцу Нектария, заинтересовалась она, чем он таким занимается, но отец Нектарий нехорошо как-то пить в одиночку, он отломил кусок белого хлеба, смочил его в портвейне и накормил ворону таким вот пьяным хлебом, ну, так сказать, угостил ее немножко портвейным. Вот, вороне понравилось, ну и дальше больше, значит, отец Нектарий бухал с этой вороной, вдвоем они, можно сказать, употребляли алкоголь, и отец Нектарий по действиям алкоголя разошелся, стал говорить тост и разговаривать с этой вороной, говорят, что ворона даже каркала ему что-то в ответ. В конце концов, он довольно много уже выпил, посадил ворону себе на плечо и, попивая портвейшок, пошел в ДАС, при этом он разговаривал с вороной, а ворона каркала ему в ответ, и когда он зашел в ДАС, старушки на вахте перепугались, стали креститься, выглядело это все совершенно, так сказать, фантасмагорически, как будто произведением из магического реализма попали герои этой легенды, то есть он напоминал вам какого-то колдуна, вышедшего из русских лесов, разговаривающего, значит, с мудрой птицей. Отец Нектарий с вороной таким образом прошествовал, сел в лифт, продолжал свои разговоры, прошествовал себе в комнату, ну и продолжил там банкет уже, потом присоединились к нему его друзья, они всю ночь пробухали вместе с вороной, вот, и говорят, что утром ворона проснулась с тяжкого бодуна, с похмелья, у нее ноги разъезжаются, она не понимает, где она оказалась, очень тяжкое, тяжелое, очень было утро, пыталась она взлететь, не могла, в конце концов, кое-как доковыряла она до открытого окна, комната 11-11, значит, спрыгнула буквально с окна и кувыркалась еще в воздухе, отец Нектарий подскочил к окну, ему, ну, переживал он за ворону, ну, в конце концов, где-то уже на подлете к земле она расправила крылья, вспомнила, как летать и улетела в неизвестном направлении. Субтитры подогнал «Симон»